Сегодня мой рассказ пойдет о лесных кактусах. Наверное всем известны самые популярные представители этого семейства декабристы. Но у меня с ними не сложилась дружба. Расти растут, а цвести как-то так не очень интересно. Поэтому я завела совершенно другие лесные кактусы, которые не обязательно должны красиво цвести, но зато растут очень даже привлекательно. И в квартире они мне очень нравятся. А, да, ну с вами я, Татьяна Кащеева, как всегда, приветствую вас. Репесалиус, с которого и начал самый интерес к этому виду растений. Как же я его люблю. Этот сорт репесалиуса мой любимый из тех четырех, что есть у меня в коллекции. Вот такие нежные, длинные, пушистые. Что это, листики, веточки? Не знаю. Ну, хорош он. Так он красив в интерьере. А посмотрите, какие у него деточки. Пушистики. Вы, наверное, видели в интернете фотографии кашпо в виде головы и с волосиками. Вот это как раз из этого сорта репесалиуса. И сейчас у меня уже готовы на продажу деточки. Выставлю их в своем маленьком магазинчике. Вот они все пошли в рост. И мимишки такие. Красоту этого репесалиуса я поняла не сразу. Что вы-то такое. Веревочки колючие. Ну, согласитесь. Оригинально, интересно. А для стильного интерьера вообще классно. А для фонтанчик из веточек. Загогуленьки. Иголочки мягкие. Но чувствуются, немножечко покалывают. Вот он какой. Размножаются репесалицы очень просто. Отрезаете побеги. Втекаете их в рыхлую смесь. Слегка влажную. И спокойно ждете, когда пойдут корешочки. Я сажу в стаканчик сразу несколько черенков, чтобы растение во взрослом виде скорее стало пушистым кустиком. Этот уже давно укоренился. Можно пересаживать в горшочек. Еще один наш лесной каптус. Как название, не знаю. Мы его просто попросили в одном из кафе в Гаграх. Маленьким кусочком. Он укоренился. Растет очень медленно. Такой вот. Скромненький. Лаконичный. Медленно растущий. Интересно, как же все-таки он называется. Мой рассказ о наших лесных кактусах просто невозможен без вот этой красавицы. Марниеры. Уже много раз вам рассказывала, что вот этот кустик я выращивала практически из вот такого размера черенка, который несколько недель просто валялся в теплице забытый, слегка потерявший торгер. Из одного такого черенка мы нарезали 4 и 3 сидят вот в этом горшочке. Смотрите, сколько вот это вот все. Новые росты. Новый рост вот здесь. Новый рост вот здесь. А вот этот кусочек так и просится. Отрежь меня и снова на черенку. Так и сделаем марниеры. Жду, когда ты будешь большая-большая и пушистая в подвесном горшочке. А теперь тадам! Представляю вам нового нашего лесного кактуса по названию тряпочка. Так мы его зовем уже 3 или 4 месяца. Нашла в Леруа. Я вам рассказывала и показывала кусочек стебля. Тургер валялся на полу. Подобрали. Положила в мох сначала в тепличку, чтобы он напитался влагой и восстановил тургер. Тряпочкой-то мы его не зря назвали, потому что он так вот и болтался совершенно мягонький. Тургер он восстановил. Потом я его там же в тепличке чуть-чуть прикопала в кокосовый грунт, обложила влажным мхом. Через месяц или полтора увидела в стаканчике корешочки. И вот, пожалуйста, уже 2 недели, как мы любуемся новыми ростиками. Так, сейчас только резкость восстановлю. Вот, посмотрите, 3 новых ростика на верхушке. И вот здесь тоже ростик прикорневой почечки. А теперь покажу вам, как он должен будет выглядеть во взрослом состоянии. Вопрос, кстати, к зрителям. Как вы думаете, сколько лет мне потребуется, чтобы наша тряпочка выросла до состояния липисьмиума боливианума? Так он называется правильно.